Отдыхающие на пляжах Анапы сегодня делятся на две категории. Те, кто пришел полюбоваться видами моря, и те, кто уже готов принимать солнечные ванны. И это несмотря на то, что официально курортный сезон еще не начался. На набережной туристы со всей страны, ведь приезжают сюда традиционно целыми семьями. Это для местных вода еще холодная, а среди отдыхающих уже нашлись смельчаки, чтобы покорить волны Черного моря. Прохладно, но бодрит, свежит. И если надо, значит надо. Мы такие люди. А вы сами откуда? Из Москвы. А в Анапе часто отдыхаете? Третий раз. Вы не представляете, какое впечатление не только от моря, но и от города, в котором живут люди. Во-первых, что нравится, это чистота и порядок. Чистоту и порядок на центральном пляже отметил Ивниамин Кондратьев. Глава региона специально приехал в Анапу, чтобы проверить, насколько курорт готов к началу сезона. Ведь еще прошлым летом к состоянию территории у губернатора были претензии. Сегодня изменения, как говорится, налицо. За проделанную работу Ивниамин Кондратьев благодарит мэра Анапы, который заступил на свою должность полгода назад. Где мы сейчас были, где мы проехали, что я посмотрел. На самом деле просто есть хозяин и есть порядок. Есть комфорт, который в городе появился. Уют, который вы создаете. Конечно, в первую очередь это и для горожан, но и, конечно, для многомиллионных гостей, отдыхающих Анапы. Вот сегодня мы можем констатировать, что Анапа другая, Анапа уже уютная, гостеприимная и, я уверен, милое сердце. И сюда много-много-много еще раз. Те, кто уже отдохнет в этом сезоне, в прошлых сезонах, они достаточно вернутся. А это единственный в Анапе отель, который работает по системе «Все включено». Сейчас тут наводят последний марафет в номерах. С 11 июня уже забронировано почти три этажа. Ждут здесь не только туристов. На время чемпионата мира по футболу тут разместится сборная Дании. В отеле специально пришлось докупить мебель и жесткие матрасы. А наши кубанские повара разработали меню для иностранных гостей. Они выбрали наш отель. И им очень понравилась наша кухня, то, как мы приготовляем. И сказали, что лучше они не найдут. Высокий уровень сервиса с порога замечает Ивниамин Кондратьев. Это не просто отдельно стоящая гостиница, а современный парк отелей со своей зоной отдыха. Впечатлениями с губернатором делятся и сами постояльцы. Мы второй раз приезжаем очень довольны. Мы были осенью. Цены приемлемые. У нас очень много отелей за такую же стоимость, но с уровнем сервиса намного в разы. По отношению цены к качеству идеально. Это то, что мы сегодня должны максимально добиваться целого побережья на нашем будущем вопросе. Если было бы больше таких у нас мест, я думаю, у нас бы и туризм был намного более развит, чем сейчас. Внутри главе региона показывают номера, которые подготовили для футболистов. Для руководства отеля предстоящий мундиаль. Своего рода экзамен. После него тут планируют принимать еще больше гостей. Рядом инвестор строит еще два корпуса. Соглашение было подписано буквально несколько месяцев назад на сочинском форуме. Вот мы подписали соглашение в феврале. Сегодня уже 100 миллионов инвестировали. Уже идет полное строительство. То есть там будет такое же качество, как здесь. Это будет лучше. Там будет лучше. Ну, коллеги, о чем мы говорим? Только вот при таких обстоятельствах, когда мы строим такие современнейшие отели, комфортные отели, доступные по цене, мы не только сохраним количество туристов, которые приезжают в наш край, мы и увеличим, и увеличим кратно отдыхающих. Создавая условия, доступные условия для качественного, комфортного отдыха и жителей края, и жителей, конечно, страны. А вот то, что сейчас я вижу, мы к этому не только стремимся, мы это уже реализуем. Уже начали. В 2020 году уже первая отдыхающая команда. Коллеги, лучше любых отчетов. Мы сейчас стоим уже в готовом, где сборная Дании будет проживать, где сегодняшние отдыхающие уже проживают. А это и экономика. Коллеги, все, что мы делаем, это наша экономика. Меньше отчетов и больше конкретики в Неминкандрате требуют и на краевом совбезе. Главный вопрос – безопасность отдыхающих и местных жителей во время курортного сезона. Как выяснилось, далеко не все гостиницы и отели в крае прошли проверку и получили паспорта антитеррористической защищенности. С их владельцами разговор будет коротким, обещает глава региона. Они просто не смогут принимать туристов. До 1 июня совместно с заинтересованными ведомствами, которые указаны в стороне правительства, главами муниципальных образований, эту работу необходимо завершить по выдаче паспортов безопасности, антитеррористической защищенности. В противном случае ни один из них работать не должен. Коллеги, я понимаю, что сезон, я понимаю, что каждый день кормят. Но еще раз подчеркиваю, что давайте вместе с пониманием, что это бизнес, нести и социальную ответственность перед отдыхающими не только со всего края, но и со всей страны. Обращаем внимание на результативность проведенных проверок и, самое главное, на принятие мер к устранению выявленных нарушений. Закрыть при грубом нарушении, да, нужно будет на самом деле, но еще лучше организовать достойный отдых. Это самая главная задача вообще-то наша. Поэтому принимать самые жесткие меры к нарушителям, принимать самые жесткие меры к тем, кто сегодня не справляется со своими обязанностями, должна чувствовать соответственность. Не будет ответственности, не будет контроля и спроса, у нас так и будет все продолжаться. Никаких поблажек не будет и дорожным службам. С началом лета на автомагистралях края не должен вестись ремонт. Эту позицию губернатор обозначал не раз. Однако уже сегодня некоторые участки дорог, где работает техника, вызывают опасения. Сотрудники ГИБДД докладывают, есть риск, что в районе Нижнебаканской могут не успеть закончить ремонт к обозначенному сроку. Но на сегодня у нас в Нижней Баканке до сих пор в каком-то таком состоянии ведутся работы и каким образом там будет проходить транспорт. Там мало того, что грузовой транспорт идет, большие грузы, правильно? И сейчас у нас курортный сезон на носу, а работа там еще, извините меня, много. Работы в нижнем слое покрытия будут завершены в первом месяце. В курортный сезон никто работать не будет. Если вы дотчете работать, то на самом деле уже работать будете в другом месте. Коллеги, давайте по-честному, видите, все ездят и все не дурачки или не дураки. Понимаете, все же видят, что работает полтора человека. Играться хватит. Коллеги, мы все время вас что-то просим. И если до 1 июня, коллеги, то, о чем мы сейчас проговорили, не будет выполнено, я оставляю за собой право исходить уже из собственных решений и действий, для того, чтобы я все-таки результат этот достиг. А я, поверьте, это смогу сделать. Впрочем, готовиться к началу летнего сезона должны не только курортные города. По прогнозам синоптиков, уже через две недели на Кубани будет по-настоящему жарко. А далеко не во всех муниципалитетах есть благоустроенные пляжи на реках и озерах. Вдоль таких водоемов обычно стоят таблички, которые запрещают купание. Но это не останавливает желающих окунуться в прохладную воду, когда на улице под 40 градусов жары. Открытым остается проблемный вопрос отсутствия в 25 муниципальных образованиях степной зоны края организованных пляжей. При этом отмечу, что в 2017 году в степной зоне края на воде погибло 133 человека, что составило 56% от общего показателя гибели за год. Лето есть лето. И на селе тоже это лето. И там, конечно, купаться запретить невозможно. Может, таблички понаставить везде. Но это не решение. Решение тогда, когда мы садим условия для того, чтобы... Вот там запрещаем, но вот здесь организованное купание. Пожалуйста, приходите и купайтесь. Это будет правильно. Вот эта задача сегодня глава муниципальных образования. Курортный сезон стартует уже в начале июня. Для Кубани он станет особенным. Ведь этим летом приедут не только туристы, но и футбольные болельщики. И главная задача сделать так, чтобы каждый из них захотел еще раз вернуться в Краснодарский край. Мария Крошная, Инна Чайко, Денис Перес, Алексей Комаров и Александр Брыксин, Кубань-24, Анапа.